А можно я начну свой доклад с одного вопроса? Доктора, коллеги, кто подбирает линзы с эксцентриситетом отличным от 0,5? Можете ручки поднять? Прекрасно, здорово, значит, мы на одной волне. И вот, и тогда еще одно вступление. Давным-давно, на далеких рефракционных чтениях, я слушал доклад Гульнары Владимировны, и она закончила таким словом, запомните слово «эксцентриситет». Гульнара Владимировна, я запомнил. Итак, тема моего доклада будет «Использование линз с эксцентриситетом отличным от 0,5 в практике офтальмологов клиники-лаборатории коррекции зрения в Курской области». Мы провели анализ 120 последних крайних наших пациентов. И что мы увидели? Что у 77 пациентов, это 64% случаев, эксцентриситет роговицы выходил за рамки от 0,46 до 0,5. Эксцентриситет роговицы 0,35-0,4 состоял 3,3%, 0,41-0,45 – это 7,5%. Мы видим, что эксцентриситет близкий к стандартному 0,46-0,54 – это 35% меньше половины. 0,55-0,59 – 26%, 0,6-0,64 – 13%, ну и в принципе он повозрастающий. Ну и сразу в клинические примеры опустимся. Вот наш пациент. Мы видим у него эксцентриситет 0,67-0,74. Вот имея стандартный набор, такого пациента, наверное, на старте своей практики лучше отложить на чуть позже или отдать более опытному коллеге. Но подбирая линзу с эксцентриситетом 0,7, мы имеем достаточно качественное воздействие и высокую остроту зрения. Вот пациент, второй глаз пациента, показывайте нам. Вот он, второй глаз пациента. Эксцентриситет 0,71-0,71. Линзу одеваем, получаем, ну в принципе, неплохое воздействие и хорошее остроту зрения пациента, я помню, с чудесным именем Макарий. Вот здесь уже поинтереснее тема, да, в продолжении торичности роговицы. Мы видим торическую роговицу и недавно возможная опция линз, не прибегая к программе RGP Designer, воспользоваться разным эксцентриситетом в плоском и крутом меридианах, что мы и сделали. И получили, я считаю, что тоже неплохое воздействие с высокой остротой зрения. На правом глазу, левый глаз тоже похож, ну и получаем на левом глазу тоже очень хорошее воздействие. Тор на левом глазу больше, тор 2,5, визус единицы, девочка Даша. Стандартно или индивидуально? Опять карты, карты нам в помощь, 216 пациентов мы анализируем, и вуаля, у нас получается, что ровно 50% наших подборов идут с эксцентриситетом 0,5, и 50% подборов с эксцентриситетом отличным. Ну, по городу Курску скажу, может быть, Курская магнитная аномалия, в основном эксцентриситет превышает 0,5, это 0,6, 0,65, 0,7, иногда даже 0,75 или 0,8. Ну, здесь про диаметр линзы тоже напишу, укажу, что у нас 80% пациентов идут в диаметрах близким к стандартным, и есть пациенты, у которых диаметр линзы 10,0 и 12,0 в том числе. Пример подбора ОКЛ с высоким эксцентриситетом 0,7. Почему я вот этот пример разместил? Потому что этого мальчика я очень хорошо помню, Всеволод его зовут, подбирали линзу, я ему давно. Но его история была такова, что до нас он был в двух клиниках, и мы и там, и там отказали. Посадка была неудовлетворительна. Линзы, эксцентриситет линз мы не могли изменить. И когда я первый раз его увидел, у него миопия была в 2-диоптрии. За 2 года поездок, поисков, мы тоже не работали на тот момент, в принципе, с линзами, он к нам обратился уже с 4,75. И мы ему подобрали линзы эксцентриситетом 0,7, он уже много лет носит эти линзы, и миопия его абсолютно стабильна. Опыт перевода с линз со стандартным эксцентриситетом 0,5 на индивидуальный эксцентриситет. Здесь тоже я взял группу 120 пациентов, так получилось, что тоже начало работать с инвентарным набором, мы подбирали эксцентриситет 0,5, а потом, когда мы уже достигли возможности влиять на эксцентриситет, мы начали переводить пациентов на индивидуальный эксцентриситет. Вот если мы берем роговицу со своим эксцентриситетом 0,55-0,59, переводим ее с эксцентриситета 0,5 на 0,55, то мы видим, что средняя острота зрения немного, но увеличилась. И более комфортное ношение у нас из этой группы, из 32 человек, 5 человек, это 28%, отметили, что эти линзы носить комфортнее. А это тоже немаловажно, ибо комфорт ношения линз напрямую влияет на приверженность к терапии. Все было гораздо интереснее, чем более возрастал свой эксцентриситет 0,6-0,64. Вот мы тут нашли несколько человек, которые носили линзу с эксцентриситетом 0,5, мы их переводим, и уже получаем, что почти в половине случаев отмечается улучшение комфорта и на 12% роста остроты зрения. Здесь я скажу, что это те пациенты, здесь выбраны, которых мы не меняли оптику, оптику, то есть оптическое воздействие, только эксцентриситет. Роговица с эксцентриситетом 0,65-0,69. Мы переводим этого пациента на эксцентриситет 0,65, и мы видим, что все 100% пациентов, кому мы перевели, они отметили более субъективное улучшение качества комфорта ношения и рост остроты зрения на 10%. И нашли мы несколько человек, 4 человека, у которых своя роговица была очень эксцентриситетистая, 0,7-0,71. Мы их перевели, и тоже 100% пациентов комфорт, и острота зрения выросла в 15% случаев, на 15%. Вот мы теперь немножко походим в эксцентриситет, более редкий для Курска, это 0,45-0,41. Здесь более комфортное ношение два человека отметили, острота зрения несущественно изменилась. Тогда, когда роговица была 0,35-0,4, мы переводили с эксцентриситета 0,5-0,4, уже комфортношение 75% пациентов, и острота зрения повысилась на 10%. Это такая линеечка. То есть все эти группы, мы видим, что во всех группах при учете и более индивидуальном подборе эксцентриситета мы видим более качественные показатели остроты зрения и комфорта. Ну и, собственно говоря, тоже немножко клинических примеров. Здесь достаточно все было неплохо. И со стандартным эксцентриситетом мы меняем эксцентриситет 0,5 на 0,6, получаем более качественное воздействие, и роста остроты зрения не сильно много, но соединиться была хорошая, стала отличная острота зрения. Ну и пример номер два. Мы тоже видим, что у нас острота зрения растет с 9 строчек до 10. Какие выводы мы можем сделать? Использование линз с индивидуальным эксцентриситетом позволяет снизить дискомфорт ношения ОКЛ. Это важно, мы определились. Увеличить приверженность к терапии наших пациентов. А ортокератология — это прежде всего терапия, прогрессирование миопии. Чем выше разница эксцентриситета роговицы и ОКЛ, тем более выражены жалобы на дискомфорт при использовании линз. ОКЛ с индивидуальным эксцентриситетом позволяет добиться более высокой остроты зрения пациента. Использование эксцентриситета позволяет осуществлять подбор ОКЛ большему количеству наших пациентов. Спасибо вам за внимание.